А он с трибуны назвал первый год миллион, второй год два миллиона, третий год три миллиона долларов. За три года шесть миллионов в тяжелую атлетику вложить. Да я его расцелую и уйду там на десятую роль. Вот две трети голосов, а надо 50 плюс один голос для ПБ, мы бы выиграли. Но после меня, когда я схожу с трибуны, идет Еремин и тоже снимает свою кандидатуру. Да ты представляешь, что творит? И все в шоке. Его голоса, наши голоса, все в шоке. Я смотрю, глаза растерянные, а он вообще, Еремин, снялся и фыркнул что-то и ушел из зала. Никто ничего не понимает. Конечно, вот если кто-то из них будет слушать, просто покаяние и прощение прошу, что так произошло. То есть я без вины виноватый. Короче, Макс оказался во главе этого представительства. То есть они зашли. А не должен был? Не должен был. А кто должен был? Я, ну мы должны были. Федерация даже. Я-то как раз хотел. Федерация. То есть, ну просто я выставил на Элейке жесткие условия определенные. Потому что я имел уже опыт бизнеса. Я выдвинул условия региональные склада, складского запаса. Вот на этом президентства закончил. Это вы спросили про старую историю. А в 16-м году что вас побудило? Потом я выставлялся на выборах, когда умер Николай Николаевич. А, был еще до 16-го? Да, я на двух выборах еще участвовал. Тогда Николай Николаевич умер. Были за год до Олимпийских игр. Я даже не помню, каких это выборы Сергей Сердцов призывал. Я себя выставил. Но тогда у нас был такой Герасименко Александр Александрович. Вот. А Давид попросил его поддержать. Но, потому что уже без меня загрузка Академии стала хуже. Это же бюджетные деньги. И, конечно, они тоже зарабатывали там. Потому что я вышел из учредителей. Я 95% был владельцем этой Академии. Но я оставил семье Ригертов все свою долю там. То есть мы разошлись. И я уже к ней отношений не имел. Естественно, ему надо было Академию загружать. И загружать это надо было быть при власти. А Герасименко как раз он был по молодости. Они дружили. Тренировался он у Давида. А потом, ну, кажется, работал в Совете Безопасности у Патруша. Ну, имел административный ресурс сильный. Давид его попросил подключиться, чтобы выиграть. Они как раз Серегу Сердцову двинули кандидатов в президенты. При этом, потому что он при мне был старший тренер по юниорам. Работал. Мы нормально работали. Вот. Но там за месяц что произошло? То есть, вот я и до сих пор. Я вот все эти годы вспоминаю Россию как 50 на 50 соотношение голосов. И тогда что произошло? Сам Герасименко, он лично обзванил все регионы. Вот. И министром спорта региональным. И туда-сюда. Для того, чтобы делегат голосовал именно за Сердцова, их ставленника. Я лично, когда в Чехове была конференция, вот встаю, и идет женщина. Подъезжает уже регистрация идет. Вы откуда? Она там то ли Сахалин, то ли Камчатка. Я говорю, так у нас же там нет федерации. Вот мне с администрацией сказали прилететь вот факс. Факс тогда еще были, факсы, электронная почта. Я читаю, она там шахматы какие-то, рейсинг ведет. То есть, даже слова тяжелой атлетики нет. А ее послали. То есть, там нет федерации. А ее послали. И вот за счет этого они, фальсификация, 8 голосов, я не помню соотношение, там и забивали. Василий Иванович против Сереги выступал. И много не давали сказать. Ну, кандидатам президента там минут по 10 дали. Ну, как ты свою программу в 10 минут уложишь? Я-то, мне надо было, ну, минут 30-40, допустим, я просил. А дали 10. Серега выступал. Ему и 10 много. Особо программы-то никакой не было. Сказать ничего не мог. Ну, и, короче, я без фамилий, там много так, кто проявил себя. Вот. И когда все это прошло, Серега тоже выиграл. Разница небольшая. Я говорю, постоянно где-то 50 на 50, плюс-минус несколько голосов. Сережка выиграл. Я свой предвыборный собрал. Говорю, ребят, вот юристов привлек. Говорю, вот есть заключение юристов. Короче, если даже один случай, фальсификация, что в выборах участвовала несуществующая федерация, это фальсификация. И в суд подаем, и 100% в суд выиграем. Да, это так и было бы. Но я говорю, смотрите, вот сейчас прошла конференция, год до Олимпиады. Год. Мы сейчас подадим в суд. Суд выигрываем. Да? Результаты конференции аннулируются. Потом, значит, надо опять по регионам уведомить, назначить конференцию, там, через 2-3 месяца, чтобы опять делегаты, голоса. Опять пройдет конференция. То есть, вот это все время зайдет, до Олимпиады останется вообще полгода. Ну и что? Мы, там борьба за власть, а страдать-то вот спортсмены. Ну и мы смирились, мы не стали поднимать волну. Вот. Думаю, господи, ну, очень, хотя пусть доработают. Посмотрим, вот этот год. Вот. И вот он год отработал, потом, мне кажется, я не выдвигался, он отработал. И вот одну конференцию, когда ты сказал, мы еще выдвигались? В 16-м. В 16-м, да. Я считаю, были, значит, Сергей Александрович Юрьевич. И что вас подтолкнуло? Я сейчас, да, я выдвинулся, Максим Агапитов, и в последний момент Мутко выдвинул Степанянца. Степанянца в тяжелом атлетике не имел, как бы, ну, в движении с государством, но непонятно, ни программы, ни гарантий, никаких-то финансов, ни бюджетов. Я с ним несколько раз встретился, ну, так, что-то мычит, какое-то письмо показал, непонятные штанги, не знает, ну, непонятные. Сергей Александрович встретился, все поговорили, очень видно человек, действительно, влюбленный в спорт, особенно в силовые виды, состоятельный человек. И, ну, я так почувствовал намерение, вот лично тогда, что тоже за цикл порядка миллиона долларов на нее вложит он, да? Вот. И как раз у нее был главой перед выбором штаба Максим, он был Меджин, он приехал слабо, говорит, вот так и так. Но сразу-то я ничего не сказал, с Максимом Агапитовым мы встречались в встрече 3-4, он очень просил его поддержать, я говорю, без проблем, мы в одном зале тренировались у Гена Никанова. В принципе, в бизнес-то я его запустил, в году, наверное, 97-м, в каком он пришел ко мне, когда завязал, или 98-м, не помню, 90-м конец. Он говорит, Иваныч, спорт закончил, что делать не знаю, блин, не подскажешь, не поможешь. Я говорю, ну давай, будь рядом, учись, перенимай опыт, все, смотри, вот, и я его с собой, как раз на меня Илейка компания вышла, как на президента, зайти на российский рынок, вот. Вот, я его с собой возил туда, в Швецию, Максима, Хальмштадт, где производство Илейка, вот. Все, возил, возил, ну, потом там ситуация такая, я не буду ее вслух говорить, получилось не совсем красивое. Ну, короче, Макс оказался во главе этого представительства, то есть они зашли. А не должен был? Не должен был. А кто должен был? Я, ну, мы должны были. Федерация, да. Вот, я-то как раз хотел. Федерация. То есть, ну, просто я выставил на Илейке жесткие условия определенные, потому что я имел уже опыт бизнеса, я выдвинул условия регионального склада, складского запаса, ну, чтобы все могли штангу получить, не ждать ее несколько месяцев, когда из Швеции придет, а все, на подмосковном складе лежит, оплатил, через неделю получил, вот. И они бы согласились, но Максима им более льготные условия, ну, видимо, за моей, может, спину, не знаю. Ну, короче, они сделали ставку на него, вот, ну, Господи, сделали, сделали, дай Бог, человек тоже, как и Давида мы подняли, и Максим поднялся, и слава Богу, штангист, вот. Вот, были такие кандидатуры, и я с ним общаюсь, общаюсь, и говорю, Макс, а как ты собираешься работать, программу, скажи, там, как вообще, вот ты меня просишь поддержать, что ты будешь делать-то? И ты знаешь, он не смог мне ничего сказать, практически, да, то есть, хорошо, хорошо, то есть, обещание, обещание, так и не назвал. А с Ереминой я встретил, я видел, что он, может быть, не все, может, устраивал, но некоторые блоки, я знал, что очень серьезно пойдут. И всегда, когда есть государственная поддержка, финансирование сборов, соревнований, там, да, и плюс вне бюджетные источники, это хорошее складывается, и федерация оживает. Естественно, я обдул межеду, Макс сказал, я Сергея Александровича поддержу, поддержу. А Максиму сказал, Макс, извини, я не знаю, в какую лодку я сажусь, куда мы поплывем, поэтому, сори, я тебя не поддержу. То есть, вот, вот так я сказал. И, когда уже все свои предвыборные программы у нас, я думаю, у нас было примерно у всех одинаково. Одна треть Агапитов, одна треть Еремин, одна треть Клоков. Любой из трех объединялся кто-то, он сто процентов две трети голосов проходил. Вот, и все, накануне выборов, я дал, мне задали вопрос, я сказал, все, я свои обязательства сдержу, выспел, все. А вот остановимся, как раз, хотел, ждал, ждал, задать вопрос. Каких обязательств? Вы планируете так же сделать красиво, как в конце 90-х годов? То есть, так же уложиться? Нет, 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 обязательства я сказал, что я своих сторонников с трибуны призову голосовать и отдать свои голоса за Еремина Сергея Александровича. А когда вы кандидатуру свою выставляли? Вы не планировали стать президентом? Ну, это был не то, что это договоренность, они были вот уже, все, сейчас конференция начнет, потому что приехали представители Минспорта, со мной они не говорили, но оказалось, они говорили с Еремином, что-то предупредили, и почему он снялся? Значит, они что-то предупредили? Я так думаю, они ему пригрозили, что если он выиграет, допустим, они поддерживаются, не дадут аккредитацию Федерации. Просто, что еще можно балляться? Он человек-то бесстрашный, а здесь, конечно, только ему снялся. Но со мной Минспорт не говорил, а с ним, видимо, говорил. То есть, постоянно, даже уже начинается конференция, я все равно смотрю, там что-то договариваются, там, понимаешь? А вы почему сняли кандидатуру свою? Так я и говорю, я же обещал предвыборную штабу Еремина призвать своих сторонников отдать голоса за Еремина. А почему сделали это в день, в момент, когда? А когда еще? Ну, до этого. Нет, я же, Саша, говорю, что переговорный процесс, он шел вот до конференции. Вот уже вот все говорили, ребята, все, через пять минут начинаем. А смотрю, еще стоят, что-то разговаривают люди, понимаешь? То есть, до самого последнего. То есть, решение было принято именно в Санкт-Петербурге? Да, то есть, мы все выступили. Максим выступил, я выступил, Сергей Александрович выступил, а я еще на трибуне услышал. Я-то сделал выводы, что Сергей Александрович за цикл готов где-то порядка, ну, я прикинул, миллион долларов, думаю, за четыре года вложит. Это хорошо для штанги. А он с трибуны назвал первый год миллион, второй год два миллиона, третий год три миллиона долларов. За три года шесть миллионов в тяжелую атлетику вложить. Да я его расцелую и уйду там на десятую роль, лишь бы в штанге такие деньги появились. Я не хотел уже, мне должность-то не нужна, мне лишь бы на штангу поработать. А в каком качестве без разницы? Президент, президент, вице, вице, там какой-нибудь там директор исполнительный, без проблем. Естественно, когда я это услышал, я еще больше уверился в том, что это правильная кандидатура, понимаешь? И мы, мы, единственное, я поднял вопрос по составу исполкома, чтобы есть вот состав исполкома, половина моих сторонников было вошли, половина его, чтобы мои люди участвовали в работе, там, комитеты возглавляли. То есть мы в конечном итоге все договорились, чтобы кто меня поддерживал, чтобы они участвовали в работе в федерации. И когда все выступили, я послушал, удостоверился, что это сегодня лучшая кандидатура. Я попросил слова, вышел и сказал, что уважаемые друзья, спасибо большое за доверие, но выслушав программы всех кандидатов, я считаю, что на этот олимпийский цикл самой лучшей кандидатурой для президента Федерации Атлетики является Еремин Сергей Александрович. Поэтому я прошу вас, кто меня поддерживает, отдать голоса в пользу этой кандидатуры. То есть, если вот это все, то, что Еремин сделал, этого бы не было, то две трети голосов, а надо 50 плюс один голос для ПАБ, мы бы выиграли. Но после меня, когда я схожу с трибуны, идет Еремин и тоже снимает свою кандидатуру. Да ты представляешь, что творит? И все в шоке, его голоса, наши голоса, все в шоке. Я смотрю, глаза растерянные, а он вообще, Еремин, снялся и фыркнул что-то, и ушел из зала. Никто ничего не понимает. И он никому не объяснил ничего. И то в этих условиях, когда осталось два кандидата, Степанянц и Агапитов, Агапитов выиграл, ну, голосов, может, 10, там, 8, я не помню, может, побольше. У Степанянца, который вообще не штангист, никто не знал. Он даже, а, ну, программ-то вышел, минуту-две что-то сказал и все. То есть, понимаешь, сколько было против Максима, а если бы любой из нас остался. Моя личная претензия в том, что к нему единственное, если ты знал, что снимешься, скажи, Слава, я, ты обещал нам, но я буду сниматься. И тогда вы сказали, Сергей Александрович, тогда объяви своих, чтобы за меня, я бы не снимался, я бы пошел до конца, понимаешь. Вот что, вот такое произошло. И я знаю, что сегодня очень многие штангисты, кто не удовлетворен в сегодняшней работе Федерации, они считают, что он их предал. Вот, 4 года они остались, многие неуделы, они пострадали. Мы-то чего, мы каждый своим занимаемся, все равно, да, рядом со спортом, но есть же люди из тяжелой атлетики, а тренер где-то. И когда президент действующий, Максим Октябрьевич, он знает, что этот регион голосовал против него, значит, этого человека могут не вызвать на сборы, в комитет не включить. То есть, 4 года они страдали, и я их понимаю, и я понимаю, что это и моя вина, в конече того, что так произошло. И я, конечно, вот если кто-то из них будет слушать, просто покаяние и прощение прошу, что так произошло. То есть, я без вины виноватый. Макс Абдул-Межидов потом всегда говорил, Слава, ты единственный, кто выдержал, сдержал свое слово. И говорит, прости, я тебя подбил на это, и так получилось, он нас всех подвел. То есть, очень некрасиво получилось, очень, очень плохо. Мы сожалеем, и получили то, что получили, потому что мы многие очень не удовлетворены сегодняшней работой Федерации. Это, конечно, другой разговор, но вот так, Саша, произошло. Я, честно, ни слова не прикрасил. Вот так произошло, к сожалению, вот так было все.